Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Выберем самых достойных. Анапа готовится к праймерис кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». К защите Родины готова. Спартакиада до призывной молодежи прошла накануне в нашем городе. Наш друг Солнце. Как обезопасить себя и своих близких, чтобы летняя жара принесла только положительные эмоции, мы узнали у онколога. Награда за талант. Подведены итоги фото-конкурса нашей телерадиокомпании «Мгновение детства». С рабочим визитом в Анапе побывали заместитель губернатора Краснодарского края по социальным вопросам Анна Менькова и заместитель министра труда и социального развития Александр Кнышов. Они познакомились с возможностями нескольких анапских санаториев, имеющих федеральные контракты на оздоровление россиян по программе «Мать и дитя». Санаторий Анапа в этом смысле имеет богатый опыт и широкий спектр возможностей для оздоровления такого контингента отдыхающих. Главный врач санатория Виталий Лукьянов и директор Алексей Рогозян показали гостям из края лечебный корпус, акцентировав внимание на одном из самых ценных направлений, имеют которые в стране всего два санатория. Что-то подобное еще есть в Пятигорске. Ежегодно почти 600 человек с травмами спинного мозга получают в санаторий Анапа уверенность в завтрашнем дне и удовольствие от жизни. Комплекс бассейнов с минеральной водой, уникальный по оснащенности реабилитационными тренажерами зал лечебной физкультуры, возвращают людям с ограниченными возможностями утраченные способности. На курорте санаторий Анапа единственный, где в таком количестве применяются в оздоровлении инвалидов грязи и водорослей. Ежегодно это 120 тонн. А грязевая кухня имеет патент, полученный еще Борисом Николаевичем Рогозяном. Грязи добываются, это наши, из изотажского лимана, специально сертифицированная организация. По договору мы с ней работаем. Значит, вот у нас где-то порядка 120 тонн уходит грязевого субстанта. Вице-губернатор Анна Менькова из-за министра труда и социального развития Александр Кнышов интересовались и в каких номерах живут отдыхающие, и в каких условиях питаются мамы с детьми. Ведь в этом санатории ежегодно проходит реабилитацию более двух тысяч детей, плюс столько же ухаживающих. И каждый год почти 800 человек – это дети с ДЦП. Мы должны гордиться тем, что мы сохраняем сегодня детский отдых и отдых по типу мать и дитя. Не просто семейный, а мать и дитя. Я не устаю повторять, это единственное место у нас на Южном побережье, где действительно столько внимания отдается детям. Я думаю, что мы готовы к первому и к открытию уже летнего сезона. Есть определенные, конечно, шероховатости, не то чтобы до шероховатости, есть определенные моменты, которые нужно доработать. Ну а во Всероссийском центре смена гостям по традиции для начала повязали галстуки, а потом показали все свои медийные возможности. От великолепно оснащенного интернет-центра до современных конференц-залов, где рождаются первые навыки ораторского мастерства и журналистского искусства. В это воскресенье «Единая Россия» предлагает анапчанам выбрать того, кто представит партию на выборах в Госдуму. Напомним, новый состав российского парламента страна определит в сентябре текущего года. Велика вероятность, что именно победитель такого предварительного голосования в итоге будет представлять округ, куда входит и город-курорт, в федеральном парламенте. Сегодня прошла встреча актива Анапы с участниками предстоящего праймерис. Профсоюзный лидер, помощник воспитателя в детском саду, чемпион мира по боксу и действующий депутат Госдумы. Встречу с активом Анапы, общественниками, работниками бюджетной сферы и представителями бизнеса провели участники праймерис, внутри партийного голосования «Единой России», которое пройдет 22 мая. Профсоюзный лидер Светлана Бессараб за сохранение индексации зарплаты пенсий против повышения планки пенсионного возраста. Мария Ситникова – многодетная мать. Она выступает за повышение доступности жилья, а также сохранение традиционных семейных ценностей. Нужно еще проводить беседы, особенно с молодыми семьями, и объяснять им, чтобы не было такого в будущем, что муж с женой развели, а потом отец не хочет помогать своему собственному ребенку. Праймерис Единой России – процедура предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Госдуму. На избирательные участки приглашает всех анапчан. Само голосование рейтинговое. Кандидатов необходимо будет расставить в порядке предпочтения. Велика вероятность, что именно кто-то из сидящих за этим столом будет представлять интересы города-курорта на федеральном уровне. Действующий депутат Госдумы Иван Демченко провел не одну встречу в Анапе, не единожды бывал на курорте с рабочими визитами и намерен профинансировать реализацию ряда важных для Анапы проектов. Только федеральные деньги. Сегодня основная задача – это обеспечение социальной инфраструктуры на предшествующий сезон, ну вот на этот сезон, который будет, и на ближайшие три года. Не менее 10 миллиардов денег надо только воду и электроэнергию отдать. Не нарушил, не нарушил экологическую составляющую. Светлана Бессараб видит будущее города в усилении его роли как детского курорта федерального значения. Если мы сегодня не будем оздоравливать каждого ребенка российского, то завтра мы вынуждены будем его лечить. И даже не касаясь социальной составляющей этого вопроса, нам нужно вернуть этой функции государственный уровень. Иван Демченко отметил, что в его округ Анапа включили только в этом году, и теперь он занимается составлением своеобразной карты с инфраструктурными вопросами, требующими решения. Причем не только в самом городе, но и в хуторах и станицах, которые входят в состав муниципалитета. Что касается финансирования, то мы разберемся. Вы за это уж не переживайте. Потому что уж если закрепило региональное отделение нашей партии, меня за Анапой, то и за Анапским районом. Я так думаю, что вы будете довольны. Анапчане смогли задать потенциальным кандидатам в депутаты вопросы. Они касались прозрачности бюджетных расходов, повышения качества жизни в сельской местности. Один из основных – расширение безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предварительное голосование состоится в воскресенье 22 мая. В городе-курорте откроется более 40 участков, где с 8 утра до 8 вечера будут ждать всех желающих с паспортами. Жители Анапы и сельских округов приглашают принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» для последующего их выдвижения на выборы в Государственную Думу. Адреса избирательных участков вы можете найти на нашем сайте. 22 мая в воскресенье они будут работать с 8 утра и до 8 вечера. И к другим новостям. Фермерам на Кубани помогут погасить инвест-кредиты. Поддержку будут оказывать сельхозпроизводителям для возмещения части затрат на уплату процентов. Министерство сельского хозяйства Краснодарского края уже открыло прием документов по предоставлению субсидий. Условия опубликованы на официальном сайте ведомства. Документы принимают в МФЦ городов и районов края. В нашем городе многофункциональный центр расположен по адресу Анапы улица Шевченко, 288 А, корпус 2. Телефон горячей линии 8 800 900. В минувшие выходные в Анапе прошел заключительный этап 22-й спартакиады до призывной молодежи. Ребята с всего края собрались, чтобы соревноваться в умении ходить строем, разбирать автомат, стрелять и бегать. Ведь совсем скоро они станут защитниками Родины. О целях и задачах прошедшей спартакиады нам рассказал главный судья соревнований. «Наши упражнения или виды, можно их так назвать, как раз улучшат или ускорят адаптацию молодого человека, который попал в ряды вооруженных сил. Он уже многое знает и умеет. Вот вы видели, как конкурс в строю песни проходит. Могут даже позавидовать и некоторые уже подразделения вооруженных сил. А нормативов разборки и сборки не то, что могут позавидовать, но и запросто наши ребята могут с ними и по соперничьи даже показать лучшие результаты. Это все-таки дает надежду, что наша страна будет надежно защищена. Люди, у нас прекрасные молодые люди, идут на контрактную службу сейчас с удовольствием. Даже конкурс уже такой есть. Это говорит о том, что патриотизм наших молодых людей не иссяк, а он есть и на ворот усиливается». В одном из самых главных достояний курорта «Солнце» заключается и главная опасность для любителей пляжа. Именно загар может спровоцировать развитие онкозаболеваний кожи. Врачи даже составили список тех, кто входит в группу риска. «Есть у нас первые два самых таких основных фототипа, которые больше всего предрасположены к образованию, скажем, злокачественных проблем на коже. Это кельтские и нордические фототипы кожи. То есть кельтские – это вот рыжие люди, веснущатые, с такими вот светлыми голубыми глазами. Загар у них очень плохо ложится или даже не ложится вообще. То есть небольшое количество времени, там 10-15 минут на открытом солнце, скажем так, обычно проявляется ожогом на коже. Вот у таких людей чаще всего и проявляются вот эти вот базально-клеточные, там плоскоклеточные проблемы на коже. Меланома есть ещё такая проблема, но она уже более серьёзная, скажем так. Меланома – это преобразование вот этих невусов, родинок тёмных, с пигментом, в злокачественное новообразование. Вот меланомы, они очень сильно метастазируют. То есть меланом надо бояться. Любая, скажем так, родинка, которая вызывает у человека подозрения на теле, она должна быть осмотрена в первую очередь дерматологом и во вторую уже нами. Впрочем, соблюдать элементарные правила безопасности необходимо всем, вне зависимости от фототипа. Пользоваться кремами и не забывать о чувстве меры. Загорать до 11 утра и после 4 вечера. Тонкозаболевания кожные в первую очередь провоцируются солнечными лучами. То есть это отсутствие защищённости кожных покровов. Вот такие онкологические проблемы, как, например, базально-клеточный или плоскоклеточный рак, они чаще всего, в 80% случаев, возникают на открытых частях тела. То есть это те части тела, которые больше всего подвергаются инсоляции, то есть влиянию солнечных лучей. Смысл в том, что если у человека имеется какое-то образование на коже, которое имеет какую-то ненормальную структуру, по мнению самого человека, необходимо сразу же брать себя в руки и идти к доктору. Не обязательно прям к онкологу, но можно прийти к нам, например, в смотровой кабинет. Получить консультацию врача можно в городской поликлинике по адресу город Анапу, улица Крепостная, 85. На сайте нашей телерадиокомпании при поддержке партнёров кафе «Сказка», гимназия «Росток» и компания «Фотомир» проводился конкурс с фотоработой «Мгновение детства», в котором принимали участие юные анапчане. Сегодня мы подвели итоги и награды нашли своих героев. Третье место в конкурсе завоевал Максим Тимофеев. Максим учится в гимназии «Аврора», увлекается театром, пять лет занимается в театре студии «Пигмалион». Максим получил фирменную кружку от телерадиокомпании «Анапа-регион» и подарок от гимназии «Росток» – билет на посещение аквапарка. На втором месте расположились сразу два участника конкурса – братья Антон и Артём Хандошко. Ребята учатся в четвертой школе, увлекаются восточными единоборствами и театром. Антон и Артём помимо фирменных кружек получили дисконтную карту от сети магазинов «Бегемотик». Победительницей конкурса «Мгновение детства» стала Дарья Мелкомукова, ученица седьмой школы. За её портрет проголосовало 75% посетителей сайта «Анапа-регион». Дарье вручили нашу фирменную кружку и карточку вип-гостя от кафе «Сказка». Международная культурная акция «Ночь в музеев» состоится 21 мая на территории Анапского археологического музея. В рамках акции запланированы тематические выставки, экскурсии, спектакли и выступления творческих коллективов, работы интерактивного парка «Гераклов-узел», «Пленэр. Рисуем древний город» с участием детской художественной школы и многое другое. «Ночь в музеев» будет проходить в эту субботу с 19 часов. Приглашаются все желающие. Подробную программу мероприятий вы можете найти на нашем сайте. Анапскую молодежь приглашают на открытый туристский слет, который уже в 15-й раз состоится в Анапе. В этом году он планируется с 19 по 22 мая в поселке Школьном Крымского района и будет посвящен 71-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году молодежь ждет настоящий фестиваль, где туризм сочетается с творческой программой. Участникам представится возможность попробовать силы в различных видах активного туризма, поучаствовать в спортивном ориентировании, пройти туристскую полосу, посоревноваться в скалолазании и велотуризме. Управление по делам молодежи приглашает всех желающих принять участие в турслете и получить массу позитивных эмоций. Всю интересующую информацию можно получить по телефону в Анапе 36614. А сейчас сообщение для всех анапчан и гостей курорта. Завтра, 18 мая, администрация Краснодарского края проводит плановую комплексную проверку технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. При включении сирен и громкоговорящих устройств соблюдайте спокойствие. Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности и означает внимание всем. Поэтому сигналу необходимо включить телеприемники на каналы «Россия-1 Кубань» или «Кубань-24», радиоприемники на программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на каналы «Первой радио Кубани» или «Радио России» и прослушать специальные сообщения. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи.